У кого день, а у жителей Анапы и района Анапских плавней такое ощущение, что ночь, потому что все в задымлении, последствия пожара вчерашнего плавни. Посмотрите, до сих пор задымление, какое контролируют очки, возможно, что будет продолжение, надеемся, что быстренько потушат. Те самые плавни, которые вчера горели, здесь, вот видите, заправка Газпромовская, именно о ней я вчера больше всего переживала, потому что она находится прямо рядом с зоной, где вчера все полыхало и горело. Я вам сейчас покажу последствия, здесь ничего не другого не приходит на ум, кроме как плакать, реально по-другому это не назовешь. Гектары, просто гектары плавни и горят, и до сих пор даже есть возгорание прямо на экране, где мы живем совсем рядом от Алексеевки, микрорайона Анапы. Сейчас живут люди, много людей, сотни людей, тысячи людей, это очень такой густопутно населенный микрорайон Анапы. И продолжаются возгорания вдоль трассы Чембурка-Новороссийск, видите, там тоже все в огне, все в дыму. Мы туда сейчас подъедем, посмотрим поближе. А вот уже Чембурка, населенный пункт Анапы, здесь выгорело просто все, все, что находится рядом с вот этими вот домиками. Все это уже черное поле. Единственное, что вырезается в этом, это кусочки воды Анапы, и вдалеке продолжается огонь возле Алексеевки. Я просто ехала, у меня сердце замерло от осознания того, что вот это вот все, это у нас плавни, которые за одну ночь выгорели, и теперь уже больше никогда не будут прежними. Населенный пункт Чембурка, тот самый населенный пункт, который был вчера непосредственно в огне, рядом с ним горели Анапские плавни. И сейчас вы увидите жуткую картину последствий этого пожара. Я думаю, уже даже отсюда видно, что все то черное, что виднеется, это бывшие Анапские плавни, я вам сейчас их покажу. А я сейчас нахожусь прямо возле домов. Вы только представьте себе, вот они здания, и рядом такой огромный, колоссальный большой очаг пожара, возгорания. И представляете, это все здесь рядом горело, рядом с людьми. Я думаю, что жители Чембурки даже могли, в принципе, эвакуировать, потому что, вы представляете, это вот совсем рядом с их домами. Выезд с Чембурки на Новороссийск. Вот так выглядит эта сторона. Абсолютно все выжжено, лишь небольшие островки, наверное, там, где непосредственно пролегает вода, все-таки уцелели. Но, по большей части, пожар доходил практически до самой дороги. Не зря она была оцеплена, но там все черное. То есть, практически, опять-таки, к домам подходил пожар, огонь. Но я думаю, последствия более чем разрушительные. Вот видите, здесь кусочек выжженного поля, уже почти под дорогой. Вот здесь проезжали машины, а здесь горел пожар. Смотрите, солнце светит, но его не видно, потому что все в дыму. И сейчас пожар идет со стороны Алексеевки. Вот все, мы туда не доедем, обязательно вам покажу. Пожар доходил даже сюда. Как вы видите, вот на дорогах, и вот пожар. Все горело, все горело. И это было реально страшно. Это была ночь, это был дикий мороз, ужасный холод. Даже сейчас ветрено, вы видите, но, слава богу, порывы утихли. И теперь проще локализовать новые очаги возгорания, которые вот совсем-совсем рядышком находятся. То есть, там сейчас продолжают местами гореть плавни. И вот мы едем сейчас по трассе в сторону Новороссийска, Чембурки. И все, что мы проезжаем, вчера это еще были плавни. Сегодня это пепелище, как после какой-нибудь бомбежки. И вот впереди я уже вижу пожарную машину. Сейчас вам тоже ее покажу. Возгорание прямо возле дороги. Второй день, 23 ноября. Трасса на Новороссийск. Вы видите, две пожарные машины. Пытаются тушить пожар. Пожарники тушат, машина. Здесь все горит. Ой, прямо здесь и прямо сейчас. Господи, как страшно. Второй день, второй день пепелища, пожар. Суматоха и вот смотрите. Все в огне, все в углу. Вот здесь открыты очаги огня. Вот, пожалуйста, смотрите. Едет пожарная машина, она навстречу по обочине контролирует. А сгорание, вот это все тоже, по идее, должно загореться, не дай бог, конечно. Мы сейчас находимся возле Северной 113, вот этот дом. И здесь, прямо рядом, недалеко, в 300, даже, может, меньше метрах, горит огонь. Здесь дежурят пожарные расчеты. Ох, ну, вроде сообщения об эвакуации не поступали. У меня здесь, получается, женщина стояла. Я у нее спросила, эвакуируют или нет. Она говорит нет. Надеемся, что все потушат, как она говорит. Ну, в общем, пойдемте посмотрим. Тут прямо очаги возгорания есть, прямо рядом, рядом. Там надо зашло, 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 зашло. А елочки-то, да, не веет. С этой стороны, до того, где-то, 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 где-то. Там, там, а елочка-то. Я говорю, ладно, я говорю, был, не было. Я говорю, был, не было. Улица Симферопольское шоссе. Мы сейчас видим такую картину, что там стоит пожарная машина. И прямо здесь, смотрите, здесь вот горит, прямо горит рядом, рядом с Симферопольским шоссе очки возгорания. Смотрите, все горит. Ой, здесь прям даже жар. На самом деле, огромный жар. Пожарные расчеты тушат. Летит пепел. Смотрите, сюда пепел летит. Здесь все, все в огне. Все горит. Все в дыму. Боже мой. Ужас какой. Я просто в шоке. Я-то думала, что только населены. Говорит, нет. Вот сюда дошел пожар. Пожалуйста, Анапские плавни. А вот домик для наших ребят, в котором они жили. Именно вот эти островки сейчас догорают. Страшно. На самом деле, очень-очень страшно. Это все ужасно. И когда человек бессилен просто. А вот, собственно, то место, где вчера стихия вышивала. Особенно после полуночи. Как мы видим картину, здесь тоже все выжжено. Картина более чем печальная. Лишь вода просвечивается. Все погорело. И теперь обзор на полностью все плавни выжженные, к сожалению, до тла. Я, благо, я вот смотрю, сейчас за сосны переживала. Но сосны вроде бы как в порядке. Вроде бы как. Но, видите, здесь повезло, что водичка рядом совсем. И, может быть, благодаря этому огонь не опрокинулся на стоящие вдоль Симферопольского шоссе деревья. Но говорят, что была вероятность возгорания Давиля. Представляете, какой силой был вчера здесь пожар. Мужчины разговаривали и говорили, что Давиль был вчера в непосредственной опасности. Вот это место, с которого я вчера вела эфир. И, как вы видите, пожар дошел даже досюда. То есть все вот здесь выгорело. А вот, собственно, и постоявшие деревья. Уже непосредственно перед кольцом на Россиянке. То есть все это здесь вчера, к сожалению, выгорело и огонь дошел даже досюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!